В Кищеневе сложилась очень интересная, уникальная ситуация, потому что все основные прогнозы по второму туру были несколько по другим лицам. Однозначно все говорили, что во второй тур выйдет, конечно же, кандидат от партии социалистов Ион Чибан. Это бесспорно было. Все политологи, все политаналитики здесь были единодушны. А вот по второй кандидатуре большинство отдавало свое предпочтение другому кандидату, которого поддерживала партия власти, демократическая партия, хоть это было и негласно, но все прекрасно это понимали. Это Сильвия Раду. И вот, наверное, демократическая партия перестаралась в своей работе по ее продвижению. И, видимо, избиратель города Кишинева четко и ясно понял, какая политическая сила ее продвигает и чьи интересы она дальше будет притворять в жизнь, если ее изберут примаром. И, соответственно, и отреагировал. Поэтому во второй тур вышел Андрей Настаси, который по многим социологическим опросам твердо занимал третью позицию. И причем он выиграл у Сильвии Раду с очень большим разрывом, для многих очень неожиданным. И в Кишиневе сложилась действительно очень интересная ситуация, когда представитель левых политических сил Ион Чибан на сегодняшний момент получил реальный шанс победить на выборах. Это впервые в городе Кишиневе может произойти. Почему? Потому что, во-первых, сама избирательная кампания начиналась, скажем так, не согласованными действиями в правом лагере. Все-таки там даже, вот мы видим, и унионисты пошли на выборы двумя колоннами, и другие правые партии захотели о себе заявить. Хотя они прекрасно понимали, что их кандидаты никаких шансов не имеют. И вот на сегодняшний момент, конечно же, у Иона Чибана есть определенная фора, там 8-9% голосов избирателей. Но если мы сложим все голоса избирателей с правого политического поля, которые отдали свои голоса за определенных кандидатов, то мы увидим, что они где-то немного больше, чем на сегодняшний момент у Иона Чибана. Но в том-то и ситуация, что нельзя автоматически складывать голоса избирателей, которые отдавали их за каких-то своих представителей различных политических партий, потому что это было бы неправильно. И ситуация сложилась еще удивительная в том, что вот те голоса, которые были отданы за Сильвию Раду, да, по большому счету, на сегодняшний момент Андрей Анастасий не может полностью на них рассчитывать. Там где-то порядка 17% избирателей проголосовало за Раду. Но вот я общался со многими политологами, со многими специалистами, и все единодушны в том мнении, что абсолютное большинство этих голосов, где-то 12-13, может быть, даже 14% могут в итоге перейти к Иону Чибану. Почему? Потому что это голоса избирателей-центристов и в какой-то степени избирателей левого фланга, которые по какой-либо причине в первом туре не голосовали за Иона Чибана. А здесь, когда на чашу весов становится уже окончательный реальный выбор, то, соответственно, эти голоса в большей степени могут отойти Иону Чибану. И это действительно является шансом и гарантией того, что он может одержать победу во втором туре этой избирательной кампании. Но, конечно же, при условии того, что левый избиратель выйдет массово, централизованно, а не так, как это было в первом туре, потому что явка первого тура 35%, мы все прекрасно понимаем, что она низкая.